здравствуйте дорогие друзья это очередное видео от сирены и сегодня мы с вами будем делать вот такие вот красивые коннекторы коннектор этот выполнен в двух способах плетения также использованы кристаллы вы можете брать любые главное что не были крупными здесь у меня а б кристаллы которые переливаются вот это плетение мы с вами еще не делали она называется плетение восьмерка вот такое вот красивая оригинальная ажурная делать его сложнее чем предыдущее плетение которое я вам показывала сложность во многом заключается для новичка в том нужно аккуратно натягивать проволоку вот это плетение уже привычное вам в результате вот такая красота получается из подобных коннекторов можно сделать сережки можно сделать ожерелье можно сделать браслет вот на основе вот таких вот интересных элементов можно сделать весьма разнообразные украшения подобные коннекторы с плетением я предпочитаю начинать с эскиза вот такой вот у меня эскиз был изначальный походу я его слегка изменила сделала чуть меньше потому что я собираюсь браслет из него делать ну вот принцип вот такой вот две загогулины одна у меня загогулина из тонкой проволоки 075 вот такая вот проволочка вот такая форма с кристалликом на конце и один сантиметр то есть один миллиметр по толщине проволока вот это вот часть для того чтобы ваши коннекторы были одинаковыми я рекомендую сразу же выгнуть все проволочки смотря сколько коннекторов вам нужно и делаем это непосредственно по рисунку то есть мы кладем проволоку на рисунок и прямо придавливая его к рисунку мы его выгибаем и в конце после того как все завитки загнуты мы сверяем и поправляем чтобы все было у нас одинаково я вам сейчас покажу как насаживать кристаллик вот так вот я закипала правда в итоге я сделал его чуть-чуть короче так как мне для браслета нужны поменьше коннекторы ну вот так форма такая 2 загогулинки 1 как бы заходит во внутрь и другой таким образом вроде бы ничего сложного но в итоге очень красиво получается вставляем кристаллик на кончик и теперь круглогубцами делаем загиб отступите достаточно от края и походу сверяйте с предыдущими коннекторами или либо с рисунком у меня от первоначального эскиза чуть чуть размером отличается поэтому я с предыдущим коннектором сверяюсь и вот так вот отогнув достаточно проволоки не у самого края потому что вы начнете гнуть проволоку близко к кристаллу кристалл может разрушиться посыпаться либо вообще треснуть поэтому слишком близко к кристаллу не загибайте и делается это для того чтобы был аккуратный законченный вид если вы не хотите отбивать проволоку то часто используются бусинки кристаллики чтобы кончики красиво были загнуты и оформлены вот для чего мы это делаем и вот так вот теперь при подгоняя вот эти два элемента друг другу плотно мы должны определить конечный вид нашего коннектора и только потом уже мы берем проволоку и начинаем их соединить то есть вот полностью я определилась что я хочу на каком расстоянии друг от друга должны быть проволоки в том месте где я сейчас буду поплетать вот начинаю скреплять и просто соединяю несколькими витками тонкой проволоки 0 4 свои заготовки и делаю несколько витков для фиксации и вот сейчас начнется самое интересное принципе этот урок я делала для того чтобы показать принцип плетения восьмеркой лучше его начинать рекомендую всем новичкам после того как вы полностью усвоите предыдущий способ плетения корзиночный как я уже показывала вам до этого а восьмерка это уже немного более сложный элемент тем что нужно аккуратно проволоку натягивать поскольку этот способ плетения используется для соединения деталей которые не плотно прилегают друг к другу вот тут чтобы было между ними расстояние вот такое вот как у меня ведь и большое достаточно этим способом плетения очень удобно делать вот такие вот ажурные большие соединения то есть мы не стягивая между собой проволоки мы их соединяем но на не могут находиться как угодно далеко друг от друга принцип плетения в чем в том чтобы постоянно вставлять проволоку в центр то есть мы выводим проволоку на лицо изделия и возвращаем в центр вглубь затем с другой стороны мы снова возвращаем проволоку на лицо и снова в середину я сейчас немножечко проплету потому что вам будет плохо видно в самом начале вот в этом вот сейчас узком соединение я немного добавлю плетение и когда буду в центре я вам покажу так будет мне кажется вам виднее ну вот я немножко проплела вода серединке и самом широком месте я вам сейчас покажу насколько это будет возможно почему называется восьмерка потому что если посмотреть на изделия в разрезе действительно увидим восьмерку вот я держу изделия плотно прижав его к пальцу на том расстоянии на котором нужно я не пытаюсь стянуть проволоки вместе каждый раз при сгибе проволоки я распрямляю и поправляю для того чтобы не образовалось никаких узлов ни в коем случае что проволока была ровной именно в данном плетении очень важно как можно меньше деформировать проволоку поскольку будет очень сложно выпрямить ее допустим вот если изгиб на середине плетения чтобы вот все витки они лежали ровно и чтобы они были аккуратными не пожмаканными потому что выпрямить это плоскогубцами до идеала будет очень сложно вот посмотрите внимательно на вид в разрезе вот она восьмерка и и даже видно не знаю насколько вам может быть видно но действительно кажется что форма цифры 8 по двум проволокам одна часть восьмерки вверху 1 внизу вот таким образом они соединяются и в зависимости от длины витков этой восьмерки зависит длина ширина нашего изделия самого плетения я постоянно вывожу проволоку на лицо вот так и ввожу вовнутрь проволоку возвращая ее тем самым на изнанку вот возвращаясь на изнанку опускаю вниз на нижнюю проволоку оборачиваю нижнюю проволоку и возвращаю на лицо и снова ввожу вовнутрь сложного ничего нет здесь главное понять принцип вовнутрь на лицо снова вовнутрь поправляем тщательно проволоку делаем это особенно новички медленно проволочку аккуратно подтягиваем чтобы она ложилась ровно и вот она у нас внутри восьмерка не люблю держать руки на весу но мне приходится для того чтобы снять видео потому часто к сожалению мои изделия после мастер-класса выглядят неаккуратнее чем те которые я делала в своем привычном положении я предпочитаю либо ставить локти на стол либо над коленями руки держать но не на столе то в данном случае это не очень удобно камера у меня зафиксирована я вынуждена плести так чтобы вам было хотя бы что-то видно ну вот вы подравнивая немного плоскогубцами бывают и такие моменты но желательно их избегать по максимуму то есть плоскогубцы они заламывают проволоку в любом случае и как бы вы ни старались распрямить ее потом будет невозможно и ваше внутреннее вот это вот ажурное плетение будет пожмаканным таким неровным неравномерным и здесь главное аккуратно натягивать и пальцем распределять здесь одним только натяжением ничего не решишь это именно нужно вот выкладывать по поправляя пальцем проволока все время идет на лицо изделия и потом возвращается в центр вглубь в середину вставляется она в тем самым возвращается наизнанку с изнанки вы ее переворачиваете перекручиваете снова на лицо и опять вставляете в центр и вот такими одними и теми же движениями мы за и совершаем вот эту вот обкрутку детали смотрится это очень красиво очень ажурно особенно после того как вы запатинируете изделия вид становится такой вот монолитный но при этом не громоздко после того как научитесь сделайте несколько изделий а именно вот таким образом ваша скорость естественно изготовление увеличится и аккуратности будет больше первое изделие в этой технике у вас естественно будет пожмаканная неопрятная но и вы не расстраивайтесь это дело техники делать просто практики после нескольких изделий я уверена если вы освоили предыдущий способ обкрутки то результаты не заставить себе долго ждать я уверенна что вы справитесь здесь мне приходится поправлять опять же скажу что зафиксированными руками в каком-то определенном положении работа идет гораздо быстрее мне же приходится подстраивать руки под камеру и менять их месторасположение по столу поэтому и работа у меня медленнее происходит найдите то положение рук которым вам максимально удобно делать вот эти обкручивающие движения и вот продолжайте в одном и том же ритме и все будет быстро аккуратно и красиво особенно это касается натяжения нити чтобы она была равномерно одинаковая объяснить это сложно более понятно в работе ну вот смотрите я сейчас подхожу к узкому месту я могу просто заводить тонкую проволоку за толстый вот смотрите смотрите в центр с изнанки перевожу на лицо и снова в центр теперь нижняя проволока возвращаю на лицо на лицо держим проволоки в том положении в котором нужно именно по расстоянию между ними это очень важно чтобы ничего не стягивалась так центр на лицо снова в центр теперь верхняя проволока возвращаю на лицо центр вниз снова вывожу на лицо центр вверх такие ролики всегда очень длинные это у всех мастеров потому что чем больше я покажу этих движений тем понятнее вам будет вы в итоге поняли что я именно имею ввиду потому что с первого раза не поймешь что куда вводится и что как натягивается хотя движение все одни и те же одинаково очень простые вот вот это и есть плетение восьмерки я хотела вам показать оба плетения как они показать вам оба вида плетения как они вместе смотрятся чем они отличаются корзинчатое плетением может более разнообразным то есть вы можете сделать два на два один на один два на три и так далее здесь же делается одно и то же движение сравниваете по ходу работы ваши коннекторы чтобы они были примерно одинаковые вот чтобы толщина оплетки тоже была одинаковая чтобы они были симметричны симметричность тут имеет большое значение особенно для новичка потому что изнаночная ваша часть будет более растрепанная чем лицевая это уже у мастеров они не отличаются но здесь еще используются кристаллы и лучше когда вы оформляете кристаллами свои изделия лучше это делать на лицевой части она должна быть симметрично ну второй сережки например вот идет первый кристаллик я закончила оплетку и теперь я вам уже показывала как это делается в самом первом уроке по проволоке на примере браслета вот так придавливая пальцем я формирую у двух проволочек такую как бы ножку на конце которой сидит кристаллик фиксирую двумя витками и вот наш первый кристалл сидит на проволоках теперь я делаю на внешней проволоке два витка и уже этим самым я перехожу на привычный нам уже способ плетения затем два витка которыми я соединяю две проволоки вместе то есть плетение у нас будет два на два плюс кристаллы проволока у меня закончилась я ее обжимаю и теперь окончательно придаю форму вверху проволочка у меня чуть-чуть погнулась верхняя тоненькая ничего страшного сейчас я ее подгоню поаккуратнее так ну вот таким образом с таких коннекторов получаются очень красивые серьги серёг я вам и рекомендую начать то есть потренироваться сделать два симметричных одинаковых вот таких вот коннектор это будет лучшее начало ну если позволяет материалы время и желание можно сделать много таких соединить их сделай колье например я буду делать браслет вот 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 таким вот образом продолжаем плести доверху у нас еще должны быть использованы два кристалла и во внутренней части тоже два кристалла я беру следующую проволоку и продолжаю плетение плюс кристаллы и и и и и и и и придавливаем пальцем обязательно чтобы соединение было плоским придавливаем пальцем изначально формируя петельку а не в конце и вот что у нас и выходит это очень легкий способ украшения коннекторов всегда очень эффектно смотрится я вам уже его показывала в первом уроке там где мы из агатовых бусинок делали браслет с бабочками и украшали кристаллами и бусинками коралла если мне память не изменяет могут быть маленькие бусинки которые можно насадить на тонкую проволоку если отверстия позволяют либо вот такие вот кристаллы либо биконусы ну что-то мелкое может быть металлические бусины бусины goldfield тоже хорошо смотрятся бусины серебра смотря с какими материалами вы работаете что вам подходит вот моя третья последняя бусина после которой я приступлю к уже монолитному плетению без кристаллов и оплету внутренний завиток в результате чего его почти не будет видно но принцип сохранится тем же 2 на 2 то есть два витка вокруг внешней проволоки и 2 с двумя витками соединяем их вместе я тоже сильно не стягиваю и особенности там где кольцо у меня немножечко там уже соединение будет более рыхлое чтобы витки были вытянутые вытянутые витки так же как в принципе и вязание если вы вяжете если вы помните что когда вы только учились вязать как и все новички но большинство во всяком случае новичков очень сильно затягивают петли и вязка получается очень тугая так что вязать становится проблематично спица не входит в петельку вот тоже самое в основном происходит и у тех кто учится плести с проволоки то есть для того чтобы витки были ровными проволока аккуратной и натянутой новички так на тяги стягивают вместе проволоки 2 что туда просунуть во внутрь уже ничего невозможно и плести тяжело очень туго стягивают поэтому делать такие изделия не стоит с них начинать учиться плести начинать плести лучше с двух проволок вместе вот вы просто и соединили а потом из вот этого вот сплетенного фрагмента что-то выгнули вот это вот тут гораздо лучше для практики коннектор кажется очень простым незатейливым но если у вас нет навыков непосредственно плетения это вам покажется сложно когда я начинала учиться плести восьмерка я подумала что никогда этому не научусь это все безумно сложно потому что я не могла аккуратно выложить эту проволоку чтобы она вот чтобы каждый виток выглядел так же как предыдущий чтобы они были у них был одинаковый наклон все делается на глаз это не тетрадь в косую линию в которой первоклассники учатся писать вот под одним наклоном здесь такого нет поэтому все на глаз самое главное здесь придавливать пальцем пальцем распределять на пальцы выкладывать вот это вот плетение вот я продолжу вот досюда то есть у меня сейчас будет плетение 2 на 2 я бы его продолжаю вот таким вот образом вот что у меня получается вот я дошла до конца плетения и теперь вводим кристаллик и под предыдущим кристалликом как правило там больше места между двумя проволоками чем плетение вот сюда я его и затащу тем самым я сделаю более монолитный коннектор так что у меня расстояние под петелькой особо видно не будет такой более заполненный что ли проволока у меня уже погнутая плохо стягивается ничего страшного это все нужно поправить это все не так важно и не так видно плохо когда заламывается проволока когда она уже последний там ее обрезочек она уже вся пометая все поправим поправим так и теперь когда бусинка сидит на месте я по принципу восьмерки продолжаю плетение вывожу на на лицо и на центр так я делаю буквально пару раз и тут же вставляю другую бусину и центр петелька моего коннектора вот уже заполнена кристаллами серединке почти не видно а и теперь вот этот огрызочек я просто обматываю вокруг изгиба который заканчивается у меня петелька из кристалла тут уже в общем-то показывать ничего не главное было насадить эту бусину на свою кривую остаток проволочки и вот заканчиваю я возле последнего витка вокруг которого я просто обматываю остатки проволоки и за обжимаю краешек в принципе здесь снова уже все понятно и несложно все зависит того какой огрыза проволоки у вас остался все по длине можете дальше намотать еще прочнее будет так ну я в принципе закончила мне достаточно просто теперь обжать проволочку тоже самое я делаю центральной части сейчас я убираю все торчащие краешки как это делать я уже показывала чего сложного здесь нет просто хочу вам показать законченный вид нашего коннектора и покажу что можно как можно вас компоновать другими такими же коннекторами вот так вот закончила я возле вот этого вот бокового витка мне вот есть еще один вот такой из них можно сделать очень красивые сережки главное чтобы они у вас были симметричны потому что в любом случае если вы по какой стороне и выплели кристаллы та сторона будет лицом с изнаночной стороны они уже будут менее видны и не так красиво лежать поэтому имейте ввиду что вы делаете две сережки в зеркальном отображении либо две половины ну вот таким образом если у вас под проволочкой допустим 0,75 вот вот так вот буквально что зацепляется делайте дужечку вот у вас сережка получается и красивая запатинируйте натрете пастой и будет очень красивая вещица можно использовать их для ожерелья соединить вместе большими кольцами из проволоки особенно овальными кольцами то есть не круглыми а чтобы плоско лежала конструкция по-разному можно как угодно как угодно вашей фантазии можно так можно сяк по-разному тоже как вам нравится можно сделать его такой вот ожерелье все соединить и далее еще можно сделать коннектор либо цепочку тут уже как и вам нравится можно посерединке какой-то еще подвес можно без него но с помощью таких вот одинаковых и вроде совершенно простых коннекторов получается удивительно красивая ажурная вещь вот можно по центру поставить какой-нибудь камешек его прихватить проволокой вот этому вот плетению восьмеркой потому что да хорошо входит проволока во внутрь плетение восьмеркой то есть можно там несколькими витками присоединить какой-то камешек в этой оправе и будет прекрасный браслет именно это я кстати собираюсь сделать такой оригинальный восточном стиле браслет если вы еще запатинировать затемнить будет подобие росписи хной на руках очень красиво классно смотрится ну конечно же там уже по бокам нужно будет добавить еще какой-то коннектор удлинить его ну вот вот так вот я имею ввиду примерно в центр добавить камень по бокам соединительный какой-то коннектор плюс замок естественно что все руку можно было хватить получится очень оригинально такие вещи я уже делаю каждый раз на ура и каждый раз получается новая вещь из-за совершенно одинакового дизайна из одинаковых коннекторов из двумя видами прочного плетения ну что ж с вами была сирена надеюсь вы находите этот урок полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал впереди еще много интересного а сейчас пока а а а а